Всем привет! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Артик ТВ в студии Данила Клепиков. Вдоволь поспать в автобусе предлагают гонконгцам, которые страдают бессонницей или не успевают отдохнуть. А потом клюют носом в общественном транспорте. Экскурсия длится 5 часов. Для пассажиров этого автобуса конечный путь маршрута вовсе не цель поездки. Самое важное в ней – хорошо выспаться. Такое путешествие предлагают гонконгцам, которые вечно не досыпают. «Замечательная идея. Это интереснее, чем я думал. У меня бессонница, поэтому я попытаюсь немного поспать здесь». Автобус катает людей по гонконгу. Путешествие длится 5 часов. Во время остановок можно выйти, поразмяться и пофотографироваться. Но некоторые крепко спят, не слыша ничего вокруг. «Обычно я засыпаю, когда далеко еду на автобусе. Перед экскурсией я проверил длину этого маршрута. Мне хватит времени немного поспать». Автобусные экскурсии для сна запустило местное турагентство. «Мой друг написал в социальной сети, что у него такая напряжённая работа, что ночью ему не уснуть. Но в автобусе ему удаётся хорошо выспаться. Его публикация подсказала нам идею этого тура, который позволяет пассажирам просто поспать в автобусе». Специалисты говорят, что у людей сон должен ассоциироваться с кроватью. Но в современном мире всё перемешалось. Некоторым хорошо спится именно в общественном транспорте. Экскурсии для сна также стали своеобразной альтернативой заграничным поездкам. Выехать за рубеж теперь сложно, поскольку по возвращении туристов ждёт трёхнедельный карантин. Санитарное правило для путешественников в Гонконге – в числе самых строгих в мире. Билеты на поездку стоят от 13 до 50 долларов США. Самые дорогие места – на втором этаже у лобового стекла. Летающий такси-волокоптер теперь показали и в Италии. Дрон выставлен в аэропорту Фьюмиччино в пригороде Рима. Там в ближайшие несколько лет хотят запустить службу аэротакси. Это аэротакси должно перевернуть представление итальянцев о средствах передвижения. Модель Воло-Сити построил немецкий стартап Воло-Коптер. Сейчас она выставлена в аэропорту Фьюмиччино в пригороде Рима. Уже через три года здесь может появиться служба летающих такси. Дрон будет доставлять пассажиров из аэропорта в центр столицы за 15 минут. Дорога на обычном такси без пробок занимает 45 минут. Полёт в один конец обойдётся в 150 евро. 150 евро – разумная цена. Она должна покрывать расходы на эту услугу. И это, безусловно, будет отличным соотношением цены и качества. Воло-Коптер рассчитан на двух пассажиров. Есть место для багажа. Разработчики говорят, что дрон не шумный. В четыре раза тише вертолёта. Производитель планирует в ближайшие два-три года получить лицензию Европейского агентства по авиационной безопасности. После этого начнутся продажи. Службу аэротакси хотят запустить в Риме, Венеции, Болонии, а также на французской ривьере. Итальянские и французские аэропорты будут совместно создавать необходимую инфраструктуру. Кроме того, летающие такси появятся в Париже. Они будут перевозить гостей во время Олимпиады 2024. «Мы европейская компания. И замечательно, что столько городов в Европе теперь имеют право запускать службу воздушных такси. У нас также есть партнёры в Сингапуре и других азиатских городах. Но мы очень рады, что такие перевозчики появятся в Париже и Риме». Волокоптер работает на 18 двигателях, которые питаются от 9 электрических батарей. Дальность полёта 35 километров, скорость 110 километров в час. Англичанин построил самую большую в Великобритании модель железной дороги. Так он воссоздал свои детские воспоминания и одновременно безболезненно пережил долгий локдаун. Путешествием во времени стала эта железная дорога для британца Саймона Джорджа из Уэст-Йоркшира. Грузовой поезд везёт автомобили «Форд Эскортс», выпущенные в 80-х, а где-то рядом трудится работник компании «Бритиш Рэйл». Так было в детские годы Джорджа. Свои воспоминания он воплотил в этой модели железной дороги. Она самая крупная в Великобритании. «Всё было именно таким, каким и получилось. Я строил её не просто большой, а по-настоящему детализированной. Это похоже на трёхмерное изображение реального места». Модель воссоздаёт маршрут Колдер-Велли в северной Англии. Игрушечные рельсы протянулись на 50 метров. Джордж вместе с друзьями всё детство наблюдал за поездами. Поэтому и здесь можно увидеть три мальчишеские фигурки. Британец начал строить модель 8 лет назад. А изоляция во время пандемии позволила больше времени отдавать мечте. «Во время локдауна я трудился здесь по 10 часов в день. Это дало возможность по-настоящему погрузиться в работу». Строительство модели обошлось почти в 300 тысяч евро. Теперь мастер планирует выставлять её по всей стране. Для перевозки потребуется не менее трёх грузовиков. Эквилибрист из Берлинского цирка выступит со своим фирменным трюком в 50 городах мира. Так он хочет побить мировой рекорд. Первое мы видели маленькое цирковое шоу «Лондонцы». Чудеса эквилибристики показывает португальский циркач Кевин Чавес в Гринвичском парке в Лондоне. Под ногами – балансировочная доска, четыре скейта и мотоцикл. Удержать равновесие непросто, но Кевин справляется. Португальц решил установить мировой рекорд и выступить с таким трюком в 50 городах мира. «Это мой номер. Я выполняю его в цирке. Это умение требует много практики. Я тренировался много лет». Кевин работает в берлинском цирке. Но из-за пандемии выступления приостановили. Уличное шоу – возможность снова порадовать зрителей. «Я счастлив и взволнован тем, что мы снова выступаем. И тем, что могу попытаться установить этот рекорд. Этот процесс очень увлекателен». Эквилибрист выступит в крупных городах, таких как Париж, Рим, Берлин, Барселона, Лиссабон и Брюссель. В Гамбии представители народности Мандинка проводят традиционный обряд посвящения мальчиков. Он называется «Конкуранк». Этот ритуал внесён в список культурного наследия ЮНЕСКО. Древнее таинство под покровом ночи. В гамбийском городе Бакао представители народности Мандинка проводят традиционный обряд посвящения мальчиков. Ритуал называется «Конкуранк». «Взрослые поют красивые песни. Они учат мальчиков петь, правильно общаться с людьми, уважать людей. Здесь их воспитывают». Празднество длится месяц, в основном по ночам. Каждое воскресенье устраивают уличное шествие. Первым бежит главный персонаж этого действа – конкуранк. Он наряжен в костюм, символизирующий листья и кору красного дерева. Конкуранка сопровождают помощники. Их общая задача – поддерживать порядок и справедливость в обществе и отпугивать злых духов. «Зло боится конкуранка. Поэтому, если мы нарядим кого-нибудь в конкуранка, то духи, возможно, подумают, что он настоящий и испугаются». В последнюю ночь ритуала звучат барабаны, все веселятся. Мальчиков, проходящих обряд посвящения, одаривают деньгами. Потом они должны исполнить ритуальный танец перед участниками церемонии. В 2005 году ритуал народности Мандинка вошёл в список культурного наследия ЮНЕСКО. «Я руковожу такими церемониями, чтобы сохранить традиции. Это наша культура. И я всегда буду прилагать усилия, чтобы она не ушла в забытьё». Ритуал посвящения проводят в Гамбии и Сенегале, регионах, где живут Мандинка. «Наросты на деревьях получают вторую жизнь. Мастер из Новгородской области превращает их в чаши, вазы и предметы домашнего интерьера». Капы и сувили – это неказистые наросты на лиственных деревьях, чаще берёзовых. Для Владимира Клемешова, мастера из Чудова Новгородской области, они драгоценный материал. Из них умелец делает изящные шкатулки. Но иногда приходится жертвовать рисунком ради формы. «Пришёл уже ко мне сувиль такой, он уже по форме напоминал сам лебедь, птицу какую-то. Ну, естественно, как говорят, художник, там что-то надо отсечь лишнее, да, и получится то, что ты задумал». У каждого нароста уникальная текстура, поэтому и каждое изделие неповторимо. «Вот эта красота вся и получается из-за того, что он скрученный, свёрнутый. Плохо режется, да, но красивый именно из-за того, что он скрученный». Сувиль обрабатывать трудно, он твёрже дуба. У мастера поначалу было много мозолей, сбивал руки в кровь. Но красота и ценность материала увлекала. Он прочный и долговечный. Такая древесина на 50-70% крепче обычной. «Вообще как бы режется по сырому, да, по сырому. Но дело в том, что он начинает потом сохнуть, начинает трещать. Тут тоже надо подойти к этому делу с умом. Некоторые варят, то есть тот же сувиль варят в воде. Потом сушат, опять же, два-три месяца, может, полгода». Резьбой Владимир увлекается со школы, но профессионально занялся этим лет 10 назад. Говорит, иногда нужно найти несколько наростов. К примеру, на этот самовар ушло пять сувилей. И делал его мастер четыре месяца. Подбирал куски, похожие по цвету и текстуре. Чаю попить из такого самовара не удастся. Это мини-бар. Более 50 своих изделий мастер представил на выставке «Вторая жизнь дерева» в Доме народного творчества в Великом Новгороде. «Не все наши мастера работают со скульптурой. В основном эскапа делают вазы, братины. То, что, конечно, распространено было в XIV-XII веке в Великом Новгороде. Вот у Владимира Александровича какое-то именно свое индивидуальное направление в этом творчестве. Конечно, здесь меня порадовали очень скульптуры. О чем я и сказал, что скульптуры животных, письменные принадлежности, шкатулки». Идеи у мастера много, и материала хватает. Коряги несут ему даже друзья и родственники. Четыре захоронения времён культуры Уари обнаружили в Перу. Это первые могилы, принадлежащие этой цивилизации, найдены в регионе Ламбайеки. Четыре древних захоронения обнаружили перуанские археологи в городе Чеклайо. Эти могилы принадлежат культуре Уари. Их первые нашли в регионе Ламбайеки. Эта цивилизация существовала с VI по X века нашей эры. «Мы нашли четыре захоронения детей и молодых людей с явными признаками насилия. Возможно, их принесли в жертву в начале строительства. Но надо провести исследование, чтобы определить, так ли это». Для захоронения этих тел индейцы использовали разные погребальные обряды. По мнению учёных, это говорит о тесной взаимосвязи представителей различных культур региона Ламбайеки. В гробницах также обнаружили артефакты – кувшин, бутылку, горшок и нож в форме полумесяца. Такие ножи использовали во время религиозных церемоний. Находки принадлежат культурам мачика и сикан. При культуре Уари было хорошо развито террасное земледелие и проложено много дорог. В IX веке эта цивилизация начала приходить в упадок. На смену ей пришла культура Уанка. Первую в истории марку стандартного типа под названием «чёрный пенни» продадут на аукционе. Как ожидается, цена превысит 8 миллионов долларов. Первая в мире почтовая марка уйдёт с молотка. Стоимость чёрного пенни может превысить 8 миллионов долларов. Её напечатали в 1840 году. На марке изображена британская королева Виктория. Марка приклеена к документу от 10 апреля 1840 года из архива шотландского политика и реформатора британской почтовой службы Роберта Уоллеса. Марку стоимостью в один пенни начали использовать в мае 1940 года. До этого почтовые расходы оплачивали получатели. «Это первая и самая ранняя известная почтовая марка. Она находилась на первом отпечатанном листе. То, что Уоллес подписал, поставил дату и опубликовал свою заметку в альбоме, подтверждает тот факт, что это первый экземпляр почтовой марки». Владелец марки купил лист около 10 лет назад. Надеется выручить за неё большие деньги. «Я и моя команда три года собирали информацию, чтобы подтвердить её подлинность. Её удостоверили все высшие органы. Она была звездой многих мероприятий. Именно поэтому цена намного отличается от изначальной». Как предполагается, с первого листа в общей сложности уцелело три таких марки. Две других находятся в коллекции Британского почтового музея. Аукцион намечен на 7 декабря. «77 индийских художников расписали картинами полы в одном из зданий Раджкота. Этот творческий процесс посвящён приближающемуся празднику Дивали». Портреты звёзд на полу. Индийские художники рисуют актёров, спортсменов и других знаменитостей. Так в Раджкоте готовятся к празднику Дивали. «В выставке участвуют 77 художников. Они пишут 125 картин. Темы разные». Художники изображают медиков, военных и поэтов. А на этой картине индийский метатель копья Нирадж Чопра, который взял золото на Олимпиаде в Токио. «Когда Нирадж Чопра завоевал золотую медаль, мне захотелось что-то сделать для него, поскольку он вдохновляет всю нацию. Поэтому я написала его портрет». В этом году Дивали выпадает на 4 ноября. Это важный для индийцев праздник, символизирует победу добра над злом. В честь неё зажигают свечи и фонарики, запускают фейерверки. Поэтому в дни праздника проходит фестиваль огней. Индийцы также украшают полы в зданиях красочными рисунками из цветного песка оранголи. Обычно они отражают почтительное отношение к божествам. В наши дни в традицию привнесли современные элементы. В немецкой Баварии прошла так называемая Олимпиада среди усачей и бородачей. На ней представили волосы на лице самых разных форм и размеров. Давайте посмотрим. Усы и бороды всех размеров и форм показывают на ежегодном конкурсе на юге немецкой Баварии. Около ста участников собрались вместе на Олимпиаде и чемпионате Германии. Они соревнуются в самых разных категориях, среди которых усы-дали, усы в стиле фристайл и полная борода. «Сегодня у нас проходит Олимпиада и чемпионат Германии среди усачей и бородачей. Разница в том, что Олимпиада – международная. В ней могут участвовать представители всех стран. В чемпионате Германии участвуют только граждане Германии». Ральф Шульц победил в категории «Императорские усы». Растил семь лет. «Я ношу усы семь лет. Участвовал в нескольких чемпионатах. И теперь мне впервые удалось занять первое место на чемпионате Германии». Жюри оценивает бороды и усы по разным параметрам. «Все бороды, которые я видел, великолепные. Но, конечно же, есть детали. Например, как они пострижены, чистые ли они, блестящие ли». При этом дело не только в уходе. «Мои волосы не так хороши для такой супер-бороды, потому что они не растут так быстро. Есть бороды, которые растут намного лучше. Тогда можно придумать им форму гораздо лучше». Участники соревнований приехали из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и даже Израиля. В Париже впервые с начала пандемии проходит салон шоколада. По традиции в нём участвуют не только кондитеры, но и дизайнеры. Они представили платья из шоколада. Мода и шоколад вдохновили дизайнеров на создание экстравагантных нарядов. На подиум выходят модели в платьях, усыпанных сладкими украшениями. В Париже проходит 26-й салон шоколада. В этом году тема выставки – Ренессанс. Некоторые модели сами участвовали в создании шоколадных платьев. «Думаю, это единственное платье на выставке, полностью сделанное из шоколада. Оно весит 12 килограммов. Труд невероятный». Салон шоколада вернулся в выставочный центр Порт-де-Версаль впервые с начала пандемии. Участвуют 280 шоколатьей и кондитеров со всего мира. В течение пяти дней здесь будут проходить выставки шоколадных скульптур, соревнований и мастер-классы. Все шоколадные изделия можно попробовать и купить. На сегодня у меня все. С вами был Данил Клепиков. До встречи в следующих выпусках. И пусть каждая новость будет хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова